В начале строительства 11-й школы в Сарове шло с опережением графика. Существенно затормозила работа на объекте пандемия, а также сложности с финансированием. Сейчас основная задача стройки – решить вопрос проектной документации и пройти государственную экспертизу. Рассчитываем с дня на день получить какое-то решение. Если мы делаем корректировку, у нас появляется основание активно продвигать, увеличить объем работ. Мы видим, что конструктив и самое основное – это сделано. Сейчас переходит к инженерке. Электрика, например, из состава инженерного, она практически на 90% выполнена. Коммуникации какие-то уже проведены, сделаны. То есть это позволит ускорить. Мы все настроены на это. Вопрос о сроках сдачи объекта в эксплуатацию поднимался на совещании в Министерстве образования Нижнего Новгорода. Задачи, которые ставит министерство и губернатор, остаются прежними. К Новому году строительный объект должен быть готов, рассказал Алексей Сафонов. Сейчас на площадке порядка 25-30 человек. Они трудятся по будням с 8 до 17.00. В выходные дни работы практически нет. Сейчас ведутся, работает демонтаж башен и хронов. То есть, соответственно, внутри школы мы сейчас, я думаю, зайдем. Выполнена, во-первых, полночь шукатурка, электрика. Работы будут вестись по, скажем так, завершению кровли на блок секции С. Ну и какие-то отделочные работы. Подрядчик столкнулся с еще одной глобальной проблемой – резким подорожанием материалов. В результате возникли сложности с закупкой цемента, металла, дерева. Вопрос с благоустройством территории пока остается открытым. Стадион исключили из сметной документации, чтобы закончить конструктив здания. Если бы мы, скажем так, не изыскали бы эти средства, да, то есть, школа бы сейчас была бы, то есть, ну, не достроена еще вообще. То есть, наша задача – закрыть контур, чтобы полностью можно было вести отделочные работы, даже если проектные решения, они будут затягиваться, чтобы можно было зимой с контуром внутри работать. После завершения строительства необходимо порядка полутора-двух месяцев для получения всех документов по ведению образовательной деятельности. Лицензию получат после заключения СС, которая позволит убедиться в том, что объект соответствует всем санитарным нормам. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.